Надёжность позиции зиждется на бодрости и неисчерпаемом мужестве её защитников, а не на бесполезном сооружении подходных путей и глубине окопов. Из книги Эрнста Юнгера «В стальных грозах». Всем привет, это проект «Деконструкция» и сегодня мы обсуждаем фильм Сэма Мендеса, 1917-й и у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим. Привет, Кристина. Рад всех видеть. Давненько не заезжал. В 2019 году на экраны вышел британский военный фильм режиссёра и продюсера Сэма Мендеса 1917-й. Сюжет частично основан на историях, рассказанных Мендесу его дедом Альфредом о своей службе во время Первой мировой войны. Действие картины разворачивается на севере Франции, где уже третий год с переменным успехом идёт столкновение между английскими и немецкими силами. В центре сюжета оказываются два младших капрала армии Великобритании – Уильям Скофилд и Том Блейк. Командующие армии отправляют их в роли посыльных с важным донесением, от которого зависят жизни полутора тысяч солдат. Дело в том, что временное отступление немцев оказалось лишь манёвром, призванным заманить силы диванширского полка в ловушку. Именно в том полку служит брат Тома – лейтенант Джозеф Блейк. Теперь у главных героев есть лишь восемь часов, чтобы успеть добраться до полковника Маккензи, готового ударить по бегущим немцам на рассвете. Давай, наверное, начнём с плюсов этого фильма. Поскольку этот фильм получил Оскара за работу оператора, и я смотрела фильм о фильме, и там, где берут интервью у Роджера Диккенса, который являлся оператором. И я всем советую посмотреть этот фильм и его интервью, поскольку я была в таком восторге, когда он рассказывал о подготовке к этому фильму, они готовились девять месяцев, они построили целый макет декораций и просто поминутно потом репетировали с актёрами, чтобы снимать эти длинные восьмиминутные дубли. Что ты можешь рассказать вообще, чем тебе с технической точки зрения понравился этот фильм? Я так понимаю, с точки зрения технической он просто превосходит и гравитацию, и Бёрдмана, и Выжившего, поскольку там тоже были такие длинные дублевые кадры. Самое главное не в том, что он технически что-то превосходит или не превосходит. Хотя, конечно, на мой взгляд, не специалисты в операторской работе. Ты представляешь, картину о войне снимать восемь минут подряд, это очень сложно. Он у нас, Сокуров, целый фильм умудрился снять больше часа одним дублем, но это всё-таки камерная история, гораздо более камерная. И в помещении, а тут у тебя уличная съёмка, павильона вообще нету, и ты на улице снимаешь такого размера дубли. Ну, там, что же, мы же понимаем, что там ровно один шаг вправо, один шаг влево, весь дубль запорот, его нужно заново делать. И более того, я уверен, приходилось. И потом они это дело ещё, ко всему прочему, склеили так, что кажется, что он вообще монолитный дубль на весь фильм. То есть там же постоянно камера вроде бы не прерывается, хотя мы все понимаем, что прерывается. Неловко прятали монтажные склейки за разные взрывы, вспышки, затемнение за счёт захода, например, в помещение без света, какие-то большие предметы. Ну, в общем, тут всё очень ловко сделано. Но самое главное не то, что ловко сделано, а то, что эта ловкота играет на историю. То есть это не техника ради техники, а это техника ради истории. То есть она строго подчёркивает то, что происходит на экране, и это очень соблазнительно, на мой взгляд. И по поводу ловкоты, о которой ты говоришь, я так понимаю, что там в операторской группе было до 15 человек, и один хватал камеру, сначала бежал за героем, потом её цеплял на кран, она снимала болото, потом, значит, её снимали, прыгали в машину, потом спрыгивали с машины и бегали вместе за актёром. Это сложная работа. Это целая акробатика и балет, так точно. И оно подчёркивает то, что происходит на экране. Нынче такая операторская работа, тем более настолько длинная операторская работа, на мой взгляд, в общем, очень не в чести, большая редкость. Сейчас оператор, как правило, даже в топовых дорогих фильмах, это просто какая-то такая площадка, или точнее платформа, которая ходит и снимает то, что показывают актёры, и ничего более. Ну, опять же, за редким исключением. А тут прям вся операторская работа служит развитию сюжета. Это хорошо и очень здорово сделано, на мой взгляд. Оператор, огромный молодец, Оскара ему выписали совершенно заслуженно. Я бы ещё добавила, что изначально оператор по образованию художник и дизайнер. И это действительно сказывается на операторской работе. Это видно. В картинку человек очень сильно понимает. То есть как, что, откуда свет, какие фильтры поставить, всё у него прям прекрасно. Опять же, я не специалист, я не заканчивал никаких операторских курсов. Ну, как зритель могу оценивать только. Ну, как зритель, я говорю, что мне визуальная часть понравилась исключительно не только тем, что она красивая, а она красивая. Тем, что она работает на сюжет, она с сюжетом прямо взаимосвязана. Вот эта вот живая камера, там ни одного же нет никакого пролёта, отвлечённого кадра. Она вот как привязали, условно говоря, к затылку человека, к камеру, так она за ним всё время и ходит. То есть как будто бы ты сопереживаешь актёрам, главным героям, находясь с ними вот в этих самых окопах. Вот ты с ними вместе ходишь и как бы живёшь с ними вместе. Это очень здорово. Это, собственно говоря, главный способ, при помощи которого компьютерные игры, стрелялки всякие вовлекают игрока. Потому что ты идёшь от третьего лица вместе с ним, как будто это ты лично, вместе с героем шатаешься по каким-нибудь там подземельям, лесам, полям, лугам. Давай перейдём к сценарию. Мне кажется, абсолютно все критики говорят о том, что он действительно очень слабый и сценарий страдает. Изначально мы... Не сценарий страдает, а я страдаю. Вот этого сценария. Ну, изначально, наверное, всем известно, что Сэм Мендес рассказывал о том, что он снял этот фильм, основываясь на рассказах его деда Альфреда Мендес, известного писателя. Я, кстати, хотела найти, почитать его воспоминания и мемуары, которые он оставил. Не нашла нигде. У меня бы спросила. А ты нашёл? А что, там, рассказать-то, они все есть по-английски. Пожалуйста, я бы тебе скинул. Короче, я не нашла. Ага. Вот. Но я точно знаю, что он служил действительно в 1917 году. В 19 лет он пошёл служить в британскую армию. Их направили в бельгийский городок Пашендель. И эта битва при этой деревеньке очень довольно известна на Первой мировой войне. Но там не была история про посыльного, а там была история про то, как его отправили после тяжёлой битвы искать выживших людей. И он, по-моему, два дня ходил, искал этих людей. И те, кто выжил, нашёл и вернулся без единой всадины. Мне кажется, что если бы он взял историю деда за основу, это было бы куда интереснее, чем то, что мы видим в кино 1917. А он взял за основу историю не деда, а Абелла Гибсона из фильма «Галлиполи» 1981 года. Там тоже есть посыльный, который бежит в некий полк с приказом об отмене наступления. Но он не успевает, полк идёт в атаку и убивает сам турецкие позиции. Что-то напоминает, правда? Да. Вот прям неуловимо что-то потянуло знакомым чем-то. Так как я фильмы про войну смотрю давно и массированно, я все такого рода топовые, как сейчас говорят, названия, и, конечно же, пересмотрел про Первую мировую, и, конечно же, я смотрел «Галлиполи». Как же без этого? И как только мне сказали из телевизора, что сейчас вы, молодой человек, пойдёте с донесением в такой-то полк, чтобы он не пошёл в наступление и не погиб, я такой «Точно! Галлиполи!» А ты читал, получается, мемуары деда? Я читал его книжку задолго до того, как я узнал, что есть такой режиссёр Сэм Мендес. И тем более до просмотра фильма. Ну, я напомню, книга «Чёрный фаун», да, как-то так? Я, честно говоря, повторяю, сейчас я даже уже не помню, потому что это было довольно давно. Ну, смотри, то, что касается посыльных. Они действительно существовали. Сколько угодно. И они должны были доносить сообщения с одного поста до другого. Я читала даже воспоминания одного из посыльных. Он рассказывает действительно, ну, как это показано в фильме, когда, помнишь, он выбегает, значит, на поле из окопов и попадает под пули, грубо говоря. Я читала воспоминания, что один из посыльных ему нужно было донести на правый фланг сообщение. И окопы были настолько узкие, поскольку они на скорую руку их копали. И у него не было возможности в этих узких окопах добежать до правого фланга. И он действительно вылез наружу и чуть ли не был пострелен своими же. Ну, потому что там была безумная жёсткая битва. И он каким-то чудом остался в живых. Я так понимаю, что посыльные вообще были чуть ли не пушечным мясом. Потому что, когда он вернулся, ему сказали, ничего себе, ты там остался живым. Как тебе удалось выжить? Расскажи вообще про посыльных, какая у них была задача на войне и на какие расстояния они вообще должны были передвигаться. Вообще, вот эта живая голосовая, живая связь методом передачи письма из рук в руки на своих двоих. Это строго экстренная штука, потому что вообще-то этого быть не должно. То есть, их могли использовать и постоянно использовали в рамках, ну, давайте скажем так, одного оборонительного узла. То есть, вот у вас есть серия, это система окопов. И вот, как ты правильно говоришь, из центра на правый фланг, с левого фланга на правый, с правого фланга на левый фланг. По своим окопам перемещается человек, чтобы кому-то отдать какой-то пакет. Или на словах передать, что полковник, вам товарищ подполковник желает это донести. И вот добежал человек и сказал, посылать вот такого вот гонца, условно, с пакетом на серьезное расстояние, это не очень умно. Как минимум, он бы поехал на каком-нибудь автомобиле, мотоцикле, грузовике. Но, скорее всего, он полетел бы на самолете. Благо, какой-нибудь истребитель, сопвич-пап, сопвич-триплан был вполне себе в это время доступен. Ну, а то, что показали в фильме, то, что посыльные идут по непроверенной территории, на которой только что был враг, и непонятно, насколько он оттуда ушел. Может быть, он ушел весь, может быть, не весь. Там какие-то отбившиеся части, которые просто могут напороться на людей с секретным донесением, взять их в плен или грохнуть. И забрать себе это самое донесение, так, чтобы было бы точно понятно, какими приказами обменивается английская армия. Вот это нонсенс. А у нас, говорят, связи нет. И самолета нет. Ну, хотя и самолеты там летают. Вот. У вас и самолета совсем нет, ничего нет. А, например, что заставило вас послать живых посыльных по непроверенной территории, которая находится не в тылу у вас, а на той местности, которую только что занимал враг. Это им нужно вылезти из своих окопов, что там и показали. Зайти на когда-то контролируемую врагом территорию и пойти по этой местности в какую-то сторону к своим. А почему нельзя было сделать в обратную сторону? Пойти к себе в тыл и направиться в ту же сторону по гарантированно контролируемому своими войсками тылу. Ну, так, чтобы вас там просто не хлопнули. А что вам хотя бы лошадку не дали? На лошадке быстрее, гораздо. Вот вы в телегу запрыгнули, ее там нахлестывая, доехали за два часа. Еще странно, что им вообще никто по пути не попался и никто их не хлопнул. Ну, их чуть не хлопнули обоих, они вообще непонятно, как дошли. Потому что есть момент, когда они заходят на ферму, на некую. Вот они перебрались через траншеи, начали свою эту Одиссею, смотрят домик. Ну, какая-то ферма стоит французская или бельгийская, я уж не помню. Вот они в нее заходят и они вот пока они шли по открытому полю к этому домику, я был уверен, что их сейчас убьют обоих. Потому что, чтобы так идти через чисто поле по опасной враждебной территории к зданию, которой ты визуально не можешь посмотреть, что в нем, я думаю, ни один солдат обученный, опытный, не стал бы такого делать. А это оба капралы. Капрал значит ефрейтор по-русски, ну по-немецки, по-русски. Ефрейтор, то есть старший солдат. Значит, это человек, который что-то соображает в военном деле. Вот я бы просто, исходя из житейского опыта какого-то, минимального, увидев здание на пригорке, я бы сделал все, чтобы не оказаться около этого здания. Я не знаю, кто там. Причем, наверняка, если там кто-то есть, это плохие люди, которые ко мне настроены враждебно. Я бы полюса вот так его обошел, чтобы меня просто не было видно. Никогда бы я не полез в этот домик. А эти два дурака залезли. И заметьте, там куча расстрелянных коров репрессированных лежит вокруг. Срубленные какие-то деревья и ведро молока. Вот ты как девушка, ты же имеешь, ну или по крайней мере имела, регулярное общение со съестными продуктами. Ты представляешь себе, сколько хранится ведро молока на открытом воздухе в ведре летом? Ну, когда я увидела это ведро молока, я подумала, что в этом есть какой-то смысл обязательно. И очень глубокий. Оказалось, что его нет. Нет, ни коровы, ни доярки, просто ведро молока. Вот у меня первый был вопрос, где доярка? У меня было четкое понимание, что это немцы только что надоили этого молока, увидели этих двух дегенератов и спрятали, чтобы их подкараулить. И вот сейчас что-нибудь плохое случится. Но нет, там было просто ведро молока, ну как так? А оно оказалось нужным для того, чтобы потом накормить маленького ребенка. Для этого, видимо, его поставили в кадр. Кстати говоря, по поводу маленького ребенка и накормить маленького ребенка. Смотри, у них расстояние до полка, который, диванширского полка, в котором служит брат капрала Блейка, которому, собственно, и нужно доставить сообщение о том, что в атаку ходить не надо. Ну там 20 километров до него, типа того, что 20 километров, это не торопясь, пешком, для двух молодых здоровых мужиков это 4 часа ходьбы. Зачем они с собой вообще какое-то молоко брали, какую-то еду, ну какой смысл? Она же кое-что весит, а вам нужно просто дойти. Вот у вас в винтовке боекомплект, каска на башке, и все, через 4 часа вы уже будете там. Зачем вы с собой вот это все потащите, просто нафиг вам это молоко? Я не понимаю. А по поводу доставки посылки самолетов, я не знаю, как было в Первую мировую войну, но я знаю, что во Вторую мировую у нас, например, да, у нас были по два кукурузники, которые именно занимались доставкой почты, экпартизанам и так далее. Они занимались этими вещами. Во время Первой мировой, почему все-таки они не отправили письмо самолетам? А это потому, что сценаристом была девочка роста метр шестьдесят пять. Больше про ее достижения на Ниве сценарном я не смог найти вообще ничего. Ну, у нее никакого опыта, она не писала ничего про войну. Ну, подожди, у режиссера все равно была изначально идея снять фильм на эту тему. Мне кажется, изначально от него все-таки шла идея. Ну, понятно, пригласили бы какого-нибудь мальчика ростом сто восемьдесят пять, что ли, а не девочку метр шестьдесят пять. Потому что там в каждом кадре видно, что это писала девочка, которая ни хрена вообще не понимает про то, что пишет совсем. Более того, она никогда этим не интересовалась. Она не в курсе, она не разбирается. Ну, вот, посмотри, вот падает немецкий летчик, которого подбили два английских истребителя. Падает он буквально на руки к этим двум хоббитам в касках. Что они делают? Они бегут его спасать. Вы соображаете, это пехота, которая страдает от самолетов нечеловеческие совершенно. Они этих летчиков ненавидят, аж кушать не могут, потому что они не могут их сбить. Ведь летчик-то он для пехоты практически неуязвим, ну, по крайней мере, пехоте так кажется уж точно. То есть с летчиком может справиться какая-то зенитная артиллерия, терезенитные пулеметы, что, в общем, да, в семнадцатом году уже было, но не было ошибка развита. Или такие же самолеты. И вот к вам прилетает даже истребитель, не бомбардировщик. И он у вас прям вдоль окопа вот так вот идет и из пулемета вас причесывает. А от вас только кишки летят. И вы ничего с ним не можете вообще сделать, только прятаться и сраться от страха. И вот к ним в руки попадает этот самый летчик. И они бегут его спасать. Это просто охренеть. Тем более, что вообще-то у них очень важное задание. От них, от двоих зависит жизнь 1600 человек. И они бегут спасать. А у него граната в руке, может быть. Вот он сейчас посмотрит, как к нему эти двое подойдут. Ну и так, чтобы не совсем одному пропасть, он просто возьмет и подорвется вместе с вами. Револьвер, может быть, есть. Там, тире, пистолет, который он у тебя припрятал. И не гляди, что орет. Сейчас вытащит и по вам стрельнет. Ну и в конце концов нужно было сделать так, что он взял одного, так и зарезал. Ну, вообще-то... Как у немцев здорово все оборудовано, даже крыса жирнее наших. И они в подземной казарме, специально оборудованной, напоролись на растяжку. Ну, помнишь, там, когда крыса испугалась, побежала, сорвала проволочку и гранаты взорвались. Они еле выжили там. Мне интересно, вот девочка, это видно, что снимала девочка, потому что она слышала слово растяжка. А как она, интересно, представляет себе из немецкой терочной гранаты соорудить растяжку? Это же не современная граната, у которой есть предохранительная чека. И вот ее вынимают чуть-чуть, за нее привязывают леску или проволочку. Ее маскируют, взрыватель на мгновенное срабатывание вывернут. И вот человек задевает ногой, например, в траве, ту самую растяжку. Проволока срывает чеку, вылетает предохранительный рычаг и все, граната взрывается. А терочную гранату вы как так сделаете? Это школотуха немецкая, так называемая, там ручка, на ней банка вот такая вот, ручка полая, через нее идет шнур. На ателье колпачок, колпачок сворачивается, шнур выдергивается. Там срабатывает, ну, условно терка, как у спички. Ну, это очень примитивно я объясняю, но так, чтобы понятно было. Вот как вы из такого сделаете растяжку? Ну, нет, девочка слышала о том, что бывают растяжки. Вот граната, вот растяжка, все. Ну, там весь сценарий, все действия, которые происходят с главными героями, мне кажется, они настолько притянуты за уши, что даже не очень интересно это обсуждать. И то, что касаемо крыс, которые жирнее наших, мне кажется, они все были жирные, поскольку они питались трупами. Трупами, в первую очередь. И многие солдаты пишут в мемуарах своих, как раз, как они на их глазах там разрывали плоть умерших солдат, и ничего от них не оставалось, грубо говоря. И даже не только мертвых солдат, они же во время сна и живым солдатам могли там нос откусить, там уши отгрызть. Погрызть слегка. Погрызть, да, пока ты не проснешься. Про крыс-то это понятно для красного словца. Это всерьез обсуждать не надо, просто посмотрите, какие немцы замечательно благоустроенные, так что у них даже крысы замечательно выглядят, все причесанные, толстенькие, красивенькие. Понятно, что шутка. Такая вот окопная фронтовая шутка. А вот что не шутка, это когда у них там в расположении говорят, сообщите командиру батальона майору там такому-то, я уж не помню, как его фамилия была, что вот нужно отправить приказ. И вот к нему бежит посыльный, а и тут выясняется, что майор-то уже убит два дня как. А как интересно вы... А, да, и командует там всеми лейтенант в Мариарте. Из фильма «Шерлок Комс». А как так у вас получается? Почему у вас полковник не знает, что у него убили комбата? То есть командир полка не знает, что два дня уже его подчиненный непосредственный убит. И кто вместо него встал во главе данного подразделения? Кстати, а у него там должен быть начштаба, зам начштаба, пом начштаба, начальник по военной подготовке, зам по тех, зам по тылу. Их там батальоны, тем более-то английские батальоны, они большие, до 800 человек были, там огромный штаб. Причем это все офицеры, каждый из которых может по пирамиде субординации после убытия заменить начальника. Как там оказался лейтенант комвзвода во главе батальона? Так что об этом не знал полковник. Вот это вот как бы даже объяснить невозможно. А ты смотрел на языке оригинала и там с переводом все в порядке получается? Да, он лейтенант, конечно. Лейтенант, значит, это комвзвода. Был бы он капитан, был бы комроты. А вот теперь батальон, прошу прощения, взводный командир командует батальоном вместо майора. Понятно, что если вообще всех убили, то бывало там и сержанты вставали во главе остатков батальонов. Это не вопрос. Но как так получилось, что в одном и том же окопе об этом не знает комполка? Вот мне интересно. Мне кажется, знаешь, в чем проблема? Я вот сейчас, когда готовилась к одному проекту, я пересматривала очень много советских военных фильмов. И просто у каждого кино или у сериала про войну всегда было как минимум два консультанта генерала, которые участвовали в войне. Да. А сейчас почему-то не принято использовать консультантов, когда ты снимаешь такие военно-исторические картины. О, ну хрена! Есть же девочка роста метр шестьдесят пять. Она, по-моему, справляется ничуть не хуже. Какой там генерал? Вы о чем? А мне еще очень интересно узнать у тебя про то, как вообще солдаты выживали в окопах. Потому что мне недавно самой пришлось столкнуться с военными съемками. И я там чуть не умерла, если честно. Мы постоянно были по колено в грязи, в болоте. И одно дело, знаешь, когда ты смотришь кино на эту тему, и ты никак физически не прочувствуешь это. Да, ты понимаешь, что им было тяжело. Но ты когда в своей шкуре оказываешься в таких же условиях, но у тебя есть там возможность пойти погреться, выпить горячий чай, надеть резиновые сапоги, чтобы хоть как-то спасти зазлаги. Но все равно я понимала, в каком ужасе они находились. И мне кажется, там ты можешь умереть не только от пуль противника, ты в первую очередь можешь заболеть и умереть. Потому что там, например, я знаю, были такие болезни, как траншейная стопа, очень распространенные. Можно было остаться без ног во время сырости. Плюс это окоп, пошел дождь, ты там можешь по колено просто увязнуть в воде. Плюс эти вши бесконечные. Тоже я там читала воспоминания, что один солдат снимает, значит, свою рубаху, и она полностью вся кишела в шаме. И он ее просто закопал, потому что невозможно было в ней ходить. Плюс эти крысы, которые бегали у тебя постоянно, когда ты спишь, по тебе бегали, ползали. Они были настолько наглые, разжиревшие, что с ними никак невозможно было бороться. Плюс там эта еда, которая находится в этих окопах, тоже влияла на этих крыс. Как можно было от этого выжить? И мне кажется, большое количество солдат именно погибало не от пуль, а от условий, в которых они находились. Ты была бы права касательно последней части своего заявления, если бы не говорила уже про Первую мировую войну. Потому что всегда, всю дорогу, все войны, которые вело человечество, основные потери были санитарные, то есть не боевые. Ну и для дезертирства, когда люди просто разбегались. То есть вот эти безумные условия существования в походе, они вели к тому, что от 70 до 90% потерь были не боевые, а санитарные. 90%? До 90% потерь были санитарные. А почему об этом мало кто говорит? Ну все, кто занимается военной историей, все четко совершенно об этом знают. Вот при Наполеоне Первом, например, в очень неплохих условиях, летом, поход на Москву, во время второй польской кампании. Которая у нас называется Отечественная война 1812 года. Для французов и для Великой армии это была вторая польская кампания, а никакая не Отечественная война, понятное дело. Так вот, они, получается, 24 июня пересекли Неман и углубились в территорию Российской империи. Например, возьмем какой-нибудь из дивизии, бывшей дивизии Апули, по-моему, 2-й тяжелоконной дивизии, скажем, какой-нибудь полк Кирасирский. Это суперэлита французской тяжелой конницы. Просто супер, выше только гвардия императорская. Так вот, они перешли через Неман и до самого сражения за Смоленск не сделали ни одного выстрела вообще. То есть они шли в тылу. И в бой вступили они, по большому счету, только на Бородине, вот именно где по-настоящему в бой. То есть это получается в сентябре уже. Они, считай, с июня по сентябрь не вступали в бой столкновения. Их переправилось на тот берег Немана. По-моему, сейчас не помню, 2400 человек. А до Бородина дошло 800. Они не вступали в бой, заметьте. И это летом. Марш летом. Я даже не представляю, что там зимой было. Чуть больше полка, по факту. Там кто-то был убит, но какие-то там были, по-моему, ну, Добородина, понятное дело. Какие-то там потери были, то ли 11, то ли 10 человек, то ли 12. Я сейчас, опять же, боюсь соврать. Убиты, ранены. Все остальное это или дезертиры, или умершие от болезней. Кошмар какой. Вот тот, но Первая мировая война перевернула все с ног на голову. То есть, конечно, в таких условиях, тем более, что это не, извините, поход Наполеона, который... Там вся война продлилась полгода. А когда люди годами, 4 года сидели в этих безумных окопах, вот так вот по ноздри в какашках, понятно, что болезни были тяжелейшие. Понятно, что в это время, да, уже были антибиотики, которые очень сильно спасали, конечно, но они не были всем доступны и были далеко не везде. Они только-только начали вообще появляться, по большому счету, в широком обиходе. Но наличие скорострельной артиллерии, тяжелой артиллерии и пулеметов полностью перевернуло всю картину. То есть, никакие болезни не могли перемалывать людей с такой скоростью, с какой перемалывали их пушки. Поэтому, когда ты говоришь, как там солдаты выживали годами, а они там годами и не выживали. Их убивали очень быстро. Они, скорее всего, не успевали получить проблемы со здоровьем. То есть, эти вот траншеи, которые там показаны, очень сложно. Я даже не знаю, кто бы в кино это смог сделать, по-моему, ну, по крайней мере, из того, что я смотрел. Вообще никто и не смог. То есть, показать, что такое артиллерийский удар по позициям. Такой нормальный, хороший, подготовленный, массированный артиллерийский удар в стиле Первой мировой войны, когда он мог длиться трое суток без остановки. Когда на участок фронта потащены, без дураков, тысячи орудийных стволов самых разных калибров, которые методично, согласно специально разработанной схеме, перемалывают эти самые траншеи в лунный пейзаж сутками без остановки. Вот как это показать в кино? У тебя камера вся, вот видит, вот сколько она там, 45 градусов у нее обзор, что там ты не видишь. Ну и перед тобой эти самые пиропатроны, давай бям-бям-бям-бям-бям-бям, не страшно. А вот какой кошмар испытывали люди, когда вообще никуда не деться, вообще никуда не деться, тяжелая артиллерия, калибра 152-203 миллиметра, которая бьет не просто за горизонт, а километров на 15-20, то есть совсем-совсем далеко, тебе от нее не спрятаться. И вот непрерывный взрыв этих тяжеленных снарядов, которые оставляют после себя воронку, в которой потом можно купаться. И только куски людей во все стороны разлетаются. Вот это, конечно, было страшнее любой болезни. Ну и, конечно, вот у вас полк прибыл, какой-нибудь там диванширский, в траншею, а через месяц то, что от него осталось, уезжает в тыл для переформирования, потому что осталось от него 10%. Какие там вши, какие там крысы. А смотрю по поводу того, что трое суток мог идти бой, не прекращаясь. Не бой, а артобстрел. Хорошо, артобстрел. Но я так понимаю, что Первая мировая война, она оппозиционная. Да. И несмотря, например, даже на то, что три дня мог идти артобстрел, и они, противники, не могли передвинуться ни на метр дальше, чем у них были. А это именно потому, что обстрел очень долго длился. Именно поэтому они не могли продвинуться. Потому что, как только противник начинает твой участок фронта вот так утюжить из пушек, ну, совершенно точно понятно, что такой наряд огневых средств означает, что сейчас там будет прорыв. А значит, нужно напротив этого участка сконцентрировать собственные резервы, чтобы он никуда не мог прорваться. И вот артобстрел заканчивается, и, конечно же, в прорыв идут дивизии. А там их уже радостно встречает артиллерии и пулеметы, обороняющихся на подготовленных позициях. То есть там сразу понятно, вот они коридор прорубили, вот они тут и пойдут. Значит, мы вот такой подковочкой их окружаем, из флангов их поджариваем. В итоге, три дня артобстрела, потом неделя наступления и продвижение на 500 метров. Вот это я понимаю результат. по поводу артобстрелов и трех дней. Я знаю, что тоже как раз таки читала мемуары о том, что уже опытные, долго воюющие там солдаты, они по выстрелу понимали, старое ли это орудие, или новое, потому что оно быстро выходило из строя и расшатывалось за счет того, что оно постоянно стреляет. Самое главное, что у пушки может выйти из строя первее всего, особенно при очень интенсивной работе, это ствол. То есть по нему же снаряд постоянно проходит, а снаряд трет ствол. А сила трения жуткая штука совершенно. То есть ствол изнашивается. У любого ствола есть ресурс. Например, у крупнокалиберных орудий, ну наподобие, то, что я только что упоминал, 203 миллиметра, то есть нужно считать почти короткости, это просто корабельная пушка, корабельного калибра. И больше. То есть чем больше калибр, тем страшнее трение. Ну просто потому, что снаряд тяжелее двигается по каналу ствола. Тем меньше ресурс. Большой калибр, вот 203-305 миллиметров, или там 254-305, ну выстрелов 300. Это хорошо, если 300. То есть 300 выстрелов можно сделать. Потом у тебя нарезка стирается, и резко падает точность. То есть орудие, как говорят, не стреляет, а плюется. То есть нужно орудие увозить и менять ему ствол. Возможно, у вас в тылу есть ремонтная летучка с запасными стволами, вам поменяют ствол, и оно будет снова работать. Механизмы, которые есть у самого орудия, могли почистить сами артиллеристы чаще всего, потому что они специально обучены для того, чтобы, скажем так, первую медицинскую помощь своей пушке оказывать. Понятно, что это серьезная поломка, там вылетел какой-нибудь откатник, ну то есть совсем его не починить, его просто нужно менять. Но опять же, если у вас есть зип и есть запасной, например, откатник, тогда вы его поменяете. Если нет, значит орудие нужно увозить в тыл. Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым. Несколько фактов о фильме. Картина снята и смонтирована таким образом, что происходящее смотрится как один длинный дубль, события которого разворачиваются в реальном времени. Идея снимать в такой стилистике пришла в голову режиссеру, когда он наблюдал, как его сын играет в видеоигры. Сэм Мендес не стремился создать романтический фильм о войне. Он показывал все ужасы, которые пришлось испытать людям. Вместе со сценаристом картины Кристи Уилсон Кернс, режиссеру приходилось не раз переписывать диалоги людей в ходе непрерывных съемок, чтобы они были максимально естественными, жестокими и оголяющими всю правду. Весь фильм был отснят в Великобритании. Главной локацией стал аэродром Бовингдон, расположенный в Англии. Именно здесь рабочие выкопали более полутора тысяч метров окопов, обустроив их по всем канонам фортификации начала прошлого века. Все съемки здесь пришлось согласовывать с военными, так как поблизости находилась радиолокационная станция современных британских вооруженных сил. Фрагменты фильма были сняты в районе Лоу-Форс на реке Тис в Тисдейле. Съемочная группа устанавливала знаки, предупреждающие пешеходов в этом районе, чтобы они не пугались, увидев разбросанные вокруг площадки тела, которые были манекенами. Техническая сторона кино впечатлила как критиков, так и зрителей. Не менее хвалебные отзывы фильм получил из-за реалистичности боевых действий. На 92-й церемонии вручения премии «Оскар» 1917-й получил 10 номинаций и выиграл в трех из них «Лучшая операторская работа», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший звук». Смотри, меня еще в фильме меня как зритель удивило, несмотря на то, что это позиционная война, откуда у немцев в блиндаже железные кровати? Это не блиндаж, это долговременное бункер, это долговременная подготовленная позиция с бетонированными траншеями. Но блиндаж это же примерно то же самое, Блиндаж это все-таки не совсем то, блиндаж это древо-земляное укрепление. По размеру имеешь? Древо-земляное укрепление самое главное. То есть это то, что там вырыли дырку в земле, повалили в три наката деревья, закидали дерном для маскировки, вот вам блиндаж. Это то, что делается усилиями солдат непосредственно на месте. А это бетонированное долговременное сооружение с железными перекрытиями, там двутавр был положен, который крысу держит. Это инженерные войска делают, не солдаты, которые сидят в окопе. И они специально привозили эти железные кровати? Конечно, запросто. Там, ну, конечно, не везде такое было, но и такое бывало в том числе, потому что это казарма в полном смысле слова. Это не то, что вы в окопе просто только что вы саперными лопатками бросились, вырыли себе дырку в земле и вот вы там спите. Нет, это казарма, то есть пункт как минимум временной дислокации. То есть там должно быть все нормально. Там можно было бы палатки поставить, где будут спать солдаты армейские, но они не защищают от снарядов. А вот такое подземное укрепление, конечно, защищает. И ты непосредственно постоянно, условно, на боевом посту находишь. То есть можно по тревоге вскочить с этих кроватей и побежать куда-то. Меня сначала удивила фраза там между товарищами в начале фильма, когда они говорят один другому, зря я не пошел в священники, думал, тут кормить будет лучше. Я начала насчет этой темы как-то ее изучать, копать, и меня удивило, что, оказывается, британская армия была полностью наемная. Я так понимаю, они получали зарплату раза в три больше, чем они могли получить, работая в тылу на заводах и так далее. Потом каждому солдату должно было доставляться по 4000 калорий в день, хотя такого, конечно, не было по итогу, поскольку, я так понимаю, половина еды воровалась, продавалась по дороге. И они были наемниками, и, грубо говоря, они приходили туда служить за деньги. Правильно я понимаю? Я тебе открою страшную тайну, например, в советской армии тоже всем платили деньги, потому что военнослужащие, оказавшись в строю, моментально оказывается на удовольствие государства, и ему платят. В российской империи, которая вела первую мировую войну солдатам, тоже платили. Такого не бывает, чтобы солдатам не платили. Это ладно, я именно больше про наемников, то, что у тебя есть выбор, ты можешь пойти в армию, можешь не пойти. Называется добровольная армия на добровольной основе. У них, получается, добровольная была, если у него был выбор пойти в священники, либо пойти в солдаты. Я, честно говоря, не помню, была ли во время Первой мировой войны конкретно у Англии всеобщая обязательная воинская повинность. Не помню. Не могу тебя сейчас ответить. Просто, вот что точно могу сказать, если бы он пошел в священники, его бы не взяли в солдаты, потому что священников не призывали. Его могли максимум, что, попросить, попробовать, сагитировать, стать полковым капелланом. Это могли. То есть, у него был выбор в том смысле, это вот определенно и точно, что как только бы он сменил бы профессию на священника, он не подлежал бы призыву. Все. А то, что касается костюмов, которые мы видим в кадре, они уже защитного цвета. Ну, они цвета хаки, правильнее сказать. Но я не знаю. Но это все равно защитный цвет. Наверное, да. То есть, в моем понимании совсем уже защитный цвет это камуфляж, который специально разработан для того, чтобы скрывать человека на местности. Ну, в этом костюме тоже уже можно скрываться на местности. Он все равно довольно-таки неплохо сливается. Это уже, да, это зеленушка, коричневушка, вот это вот все, оно уже не эти расшитые золотыми штурами мундиры красивые, которые были в более ранней эпохе. А, насколько я помню по военному костюму своему изучению, еще к началу Первой мировой, по-моему, Франция ходила еще в цветных мундирах. И только потом они уже к концу Первой мировой перешли. они в начале войны, в начале войны у них была в пехоте мода носить, ну, как мода, по уставу положено было носить синие штаны с красными лампасами и такие яркие кепи красивые. Так-то у них тоже, конечно, уже была форма не как при Наполеоне, далеко. Но, да, все равно французская форма была самая красивая от Кютюр, и они от этого очень страдали. Но это было только в начале войны. То есть, 14-й год, вот до сражения при Марне, на Марне, до сражения на Марне, они вот как-то так выглядели не очень. И очень быстро стали переодеваться. То есть, уже к 15-му году точно совершенно французы одевались, как все. То есть, в зеленое, коричневое, в хаке. А кто первый перешел на зелено-коричневое, кто придумал? Не могу знать, не могу знать, не помню. Англичане очень быстро перешли, потому что они страшно пострадали от своей формы красной во время Англобургской войны. Когда они по Африке по Южной ходили в красных мундирах, а по ним партизаны стреляли из-за кустов, из нарезных винтовок. А отнюдь не из дульнозарядных мультуков с дымным порохом, из которых не попасть. А бурские колонисты, соответственно, бурские партизаны были вооружены винтовками Маузера, то есть, теми самыми, которые использовали потом в Первомировой немцы. Великолепное, просто великолепное точное оружие, очень опасное. Ну и англичане в красных мундирах ходят. Прекрасно. А те каски, которые мы видим в фильме, я правильно понимаю, они появились где-то в 1916 году только, к концу Первой мировой войны. Ну, эти тайзики ты имеешь в виду? По-моему, да, по-моему, 16-го года образца конкретно. Я, честно говоря, по этим подробностям каски не специалист. Я не про подробности, я спрашиваю именно в начале Первой мировой, по-моему, каски еще не носили. Носили. Все носили? Не все. Например, российская императорская армия каски носила вообще, ни в начале, ни в конце, потому что мы не могли их производить. Ну, вот такая была развитая империя. Мы закупали у Японии лопаты, например, потому что мы лопаты не могли в нужном количестве производить. А каски мы не производили массово в принципе, у нас не было касок. Мы начали производить потом эти адриановские шлемы лицензионные, французские. Но, опять же, у нас все ими обеспечены не были, этими адриановскими шлемами. А англичане, французы и немцы обеспечивали чуть ли не поголовно касками всех. А правильно я понимаю, что у англичан были проблемы с вообще производством боеприпасов и оружия? Нет. И, насколько я знаю, женщин отправляли на заводы производить взрывчатые вещества и так далее, от чего они становились бесплодными и много болели? Нет, проблем как таковых не было в том смысле, что у них не было снарядного и патронного голода у англичан. То есть, им оружия хватало. Другое дело, что это была первая война такого масштаба, которая потребовала такого масштаба обеспечения боеприпасами и вообще боевыми средствами, любыми. Потому что до этого ничего подобного в истории человечества не было. Просто никогда. После стрельбы артиллерийской позиции завалены вот по плечу с головой гильзами снарядными. Просто вот горы их лежат, горы. Вот на это, конечно, никто не рассчитывал. То есть, когда фронт стал жрать боепитание так, то все, конечно, вдруг вспомнили, что все для фронта, все для победы. И нужно напряжение всех сил экономики вообще для того, чтобы вытягивать такую войну. И, конечно, даже, например, в Англии, которая, на секундочку, на острове, основная часть империи вообще в колониях за океанами. Там никто не стрелял в них. Все равно пришлось даже женщин и детей ставить к станкам, чтобы обеспечивать вот это безумие, которое происходило четыре года. Ну и смотри, сам антураж вообще, который показан, в фильме с художественной точки зрения, он довольно достоверен. Неплохо, неплохо, очень неплохо. Я каких-то мощных косяков, в которые хотелось бы, как я обычно делаю, показывать нестрижными ногтями и ржать, а посмотрите, фу, такого там просто нет. Там есть ошибочки. Ну, они такого калибра, что, ну, понятно, что это же художественный фильм, и там какие-то вольности вполне допустимы, недочеты и прочее. Ну, например, они постоянно противогазные сумки носят на фронте в походном положении, что просто невозможно, даже по уставу. То есть, если вдруг газовая атака будет, а газовые атаки тогда были регулярным явлением, и можно было легко напороться на газовую угрозу, вы просто не успеете надеть противогазы. А я не обратила внимания, как выглядит походный вариант. Ну, если ты посмотришь, когда они вот в самом начале фильма вылезают из траншеи, чтобы пересечь ничейную полосу и оказаться в немецких траншеях, на заднице весят противогазные сумки. А, понятно. Вот. Это походный вариант. Их нужно по-другому перевешивать, чтобы они были доступны к оперативному приведению противогаза в боевую готовность. То, что касается антуража, я обратила внимание на большое количество колючей проволоки. И, например, я не знала, что, оказывается, был такой фермер Генри Роуз, который придумал эту колючую проволоку для того, чтобы ограждать животных на ферме. И потом это уже очень популярно стало использоваться на войне. Да. И что создавало супернеудобные условия для того, чтобы воевать, потому что через эту колючую проволоку невозможно было прорваться, и они там пытались либо за счет артиллерии избавиться от этой проволоки, либо кусачками там порезать. Расскажи, в чем самая большая трудность этой колючей проволоки. Как ты подумай сама, в чем там трудность. Ты же ее видела, я уверен, неоднократно. Ну вот, ты через нее не пролезешь. Просто никак. Тем более, что она навивается спиралью, а не просто вот так вот натягивается. Она навивается спиралью, и вот ты в спираль-то попадешь, и если ты чем-то сильнее будешь дергаться, тем тебе сильнее просто будет пилить. Это очень больно. Поэтому колючая проволока это серьезная проблема. Ее ставили не в один ряд. Там в 20, в 30 рядов эта колючая проволока была выставлена перед позициями. Так, чтобы пехота через нее просто вообще никак не смогла пройти. В принципе, с одной стороны, а с другой стороны через колючую проволоку запросто можно стрелять. То есть, пока ты будешь там пытаться что-нибудь с ней сделать, ты совершенно открыт, никак не спрятан и полностью доступен для огня из обороняемых траншей. То есть, в тебя будут стрелять при этом. Поэтому, конечно, колючая проволока это страшная штука. Но с ней довольно быстро научились справляться. Да, во-первых, при помощи артиллерии и второе, при помощи штурмовых групп. То есть, группа набиралась из самых опытных, хорошо обученных людей. им придавались в обязательном порядке саперы, как раз с хорошими курсачками, с минно-подрывными зарядами, которые проходили под складками местности до траншей, взрезали колючую проволоку, врывались в траншеи, чистили траншеи при помощи огнеметов, дробовиков даже. Специально для них начали придумывать в том числе и для них пистолеты-пулеметы. Ну, понимаешь, что такое пистолет-пулемет. Это как наш ППШ. Пистолет-пулемет Шпагина. Только вот это еще более ранние варианты. И даже при помощи каких-нибудь там средств народной войны, типа дубинок в гвоздях и там кистеней и прочее, прочее, которые сами просто делали. Еще можно было палку как раз, по-моему, перемотать эту колючую проволоку. Да, тоже было. Ну, просто битая, бейсбольная, перемотанная колючая проволока и самая такая прям вещь. Булавы, дубинки, пики натуральные, короче говоря, там сами что-то мастерили. Снаряжались они эти струбовые части касками усиленными с такими налобниками. Ты видел немецкую каску, например, с такими рогами здесь? Это не рога, а это шарниры для подвески налобного бронесегмента дополнительного. Останчались террасами саперными. Ну, такая сегментная штука, ставлен нагрудник. Вот они очень уверенно прорывали и колючую проволоку, и хорошо укрепленные траншеи. Собственно говоря, два способа было вскрыть оборону. Это использовать артподготовку и штурмовую, или штурмовые группы хорошо обученные. Причем штурмовые группы в тактическом смысле зачастую оказывались эффективнее артиллерии. А ты начал про саперов. Я у тебя хотела узнать такой момент. Саперы часто занимались тем, что подрывали как раз немецкие блиндажи, окопы. Ну, или наоборот, немецкие саперы подрывали английские или французские. Они рыли туннели подземные, чтобы максимально к ним приблизиться и подорвать их на местности. Да, бывало. А как это, и даже бывало, что если там они наталкивались на какие-то подземные воды, они там тонули в это время. Бывало и такое. А как эта система работала? Получается, они минировали эту площадь, это пространство. А как они потом и ползали или погибали вместе с этим взрывом? Смотри, вы определяете дистанцию до вражеских позиций, до траншей. Это делается методом триангуляции, ну, проще всего. То есть, вы ставите двух наблюдателей на довольно большой дистанции и замечаете угол направления, например, оптических приборов. Так как вы знаете заданную дистанцию между наблюдателями и знаете угол в основании треугольника у гипотенузы, то вы знаете таким образом и длинный сторон треугольника. Вы можете его высчитать. А значит и кратчайшее расстояние, то есть биссектри с уравнобедленным треугольником. Все. Вы методом триангуляции уже знаете дистанцию до окопов противника и начинаете рыть под землей нужной длины мину. Мина – это шахта, значит. Оказавшись на нужной дистанции, вы закладываете подрывные заряды, выводите наружу проводочек и минно-подрывной машинкой делаете так и там бэм! Вот такая история. Это было очень сложно. Почему? Потому что невозможно рыть тихо. То есть в окопах вас скорее всего услышат, что вы ройте. То есть может быть это первый раз будет какой-то сюрприз, просто люди не поймут, что происходит. Но потом все очень быстро сообразят, что такое там делают. То есть, раз вы сидите не на возвышении, а вы сидите сами под землей, вы же в окопе. И вот, приложив ухо к земле, а еще, не дай бог, какой-нибудь раструб жестяной, о, уже роют, понятно. Это значит, нужно пускать своих саперов, которые подроются под вас, и подложат под вас мину, пока вы роете. Это называется контрмина. Хорошо известная со средних веков еще практика. Это, ну, не знаю, век с 13-го описано вот в таком количестве источников. То есть, это сопровождает войну невероятно долго, эта практика. Очень долго, это задолго до Первой мировой войны придумано. Смотри, сам фильм начинается 6 апреля 1917 года. И вся эта заварушка началась, получается, из-за того, что именно 5 апреля немцы передислоцировались за линию Гинденбурга. Кто-то решил, что они отступают, а кто-то подумал, что они таким образом пытаются создать, как это сказать... Заманивают. Ну, заманивают, да, британо-французские войска. Расскажи немножко поподробнее про эту линию. Нет, нет, тут был момент такой... Нет, немцы просто спрямили, что называется, линию фронта. Им так было удобнее. Это самые разные цели преследовало, но вот что происходит всегда на войне, на большой, мы это видим на примере Второй мировой в том числе, очень сильно обывательское сознание переоценивает роль разведки. Неважно, это агентурная разведка, когда тайные штирлицы сидят, значит, в штабах и там яростно шпионят. Или это войсковая разведка, где всякие там Джон и Рэмбо лазят по кустам и в бинокль смотрят, значит, за передвижениями противника. На самом деле, роль разведки, да, очень велика, но нет, она не всезнающая. И более того, разведка зачастую вносит огромную путаницу. То есть, во многих местах, это вот отход немцев на линию Гинденбурга вызвало вопросы, а что происходит. И в самом деле были такие моменты, что, о, они же отступают, нужно сейчас прямо на плечах у бегущего противника развить наступление. И в самом деле многие попались на эту фигню. То есть, немцы-то были готовы к тому, что они отходят. Это, опять же, не отступление, это отход запланированный, это маневр такой. И когда за ними начали, скажем так, попытались за ними наступать, эти наступающие зачастую очень больно страдали от немцев. Немцы воевать хорошо умели. Вот. А насчет разведки, это же просто какие-то нечеловеческие, даже, как это бы сказать-то, это же не глупость. Глупостью вряд ли можно назвать. Неправдоподобие нечеловеческого бы бывали истории. Просто неправдоподобие. Когда англичанам вообще союзникам очень сильно повезло, потому что в самом начале войны, например, это, собственно, к самому фильму отношения не имеет, но как пример, в руки союзникам попали шифровальные книги германского военно-морского флота. Прямо в самом начале войны. У нас в Балтийском море сел немецкий легкий крейсер на Мелле. Они почему-то не уничтожили шифровальные книги. Сами сбежали, а книги оставили. Наши забрали себе все три штуки, все три книги. И выдали одну книгу французам, одну англичанам, одну себе оставили. Соответственно, а немцы, а командир крейсера немецкого сообщил, что книги уничтожены. Поэтому немцы не стали менять порядок шифрования. И всю войну, в общем-то, более-менее уверенно союзники читали радиограммы немцев. Естественно, в наглую пользоваться этим было ни в коем случае нельзя, потому что они бы сразу поняли, что их читают. Но в каких-то решительных моментах, конечно, их пытались использовать. И вот, например, перед суперважным генеральным сражением всех военно-морских сил, когда должен быть вообще новый Трафальгар, это в 16-м году знаменитое Ютландское сражение. Ну, все понимали, что что-то готовится. Соответственно, английский флот должен был поймать немецкий флот, который численно уступал английскому, и весь его к черту утопить. И вот, представь себе, англичане знают, что личный позывной главнокомандующего флота – это Д-1. Вот он так себя в эфире обозначал – Д-1. Но только пока он находился в штабе в Вильгельмсхафене, в Гильголандской бухте, как только главнокомандующий уходил из бухты во главе, так сказать, своего флота, он оставлял собственный позывной на маяке, так, чтобы с маяка работала рация и создавала иллюзию, что он находится на берегу. И он брал себе новый позывной, по-моему, К-2 он был, или К-1, я сейчас не помню. Ну, короче говоря, другой позывной. И вот, представляешь, англичане, главные флотские начальники, запрашивают собственную разведку, где Д-1. А они говорят, Д-1 на берегу, потому что он только на берегу и бывает. Они – хорошо, и решили, что весь флот не вышел, потому что главком в базе. Они не спросили, где главком, они спросили, где Д-1. Ну, им что спросили, то и ответили. Хотя в этом случае разведка на 100% могла сообщить, где находится главком. То есть это очень редкий случай почти стопроцентной осведомленности разведки, документально и инструментально подтвержденной. Но просто этими данными они не смогли воспользоваться военными, потому что они неправильно сформулировали вопрос. А как известно, каков вопрос – такой ответ. И без ТЗ результат – ХЗ. В целом, какую бы ты дал оценку этому фильму? Сценарий ужасен, просто ужасен. Я за час, наверное, весь их сценарий в ключевых точках переписал, и получился бы нормальный фильм. Вот тут не так, а нужно так, тут не так. Ну, просто там нет драматургии. Это не слабая драматургия, а драматургия отсутствующая. Потому что, да, это роуд-муви, по сути дела. Дойти из точки А в точку Б, передать. Вот «Властелин колец» – он про то же самое. Дойти из Шира в Мордовию и кинуть в доминную печку «Тайное кольцо». Но тут нет драматургии. Никакой. Вот вы шли-шли-шли. Причем шли непонятно зачем, когда можно было на самолете полететь или починить телеграфную линию. Ну, обрыв телеграфа и что? Ну, у вас же есть специалисты, они сетку прозвонили, посмотрели, где обрыв, починили, и через час у вас сообщение там не надо. Не нужно никого посылать. Ну, допустим, хорошо, они куда-то пошли, все отчаянно тупят, начальство тупит, солдаты тупят, немцы тупят, крыш только не тупят. И то одна дура оказалась. И вот все, ты пришел, а я и зря пришел, а вроде бы с другой стороны и не зря, а потому что мы все равно в атаку пойдем, не сегодня, так завтра. Все? Вы серьезно? А зачем я это посмотрел? Вот просто зачем я это посмотрел? Если у вас в весь фильме ничего не происходит. А то, что происходит, оно настолько тупо и недостоверно, даже только руками остается развести. При этом, как нарезка короткометражек, это очень хорошие короткометражки для Ютуба. Самые дорогие короткометражки для Ютуба в истории Ютуба. Ну, ты прав, потому что они никак между собой не связаны абсолютно. И если, да, убрать хоть какой-то кусок, он никак не повлияет на сюжет. То есть набор офигенных там 8-6-10-минутных короткометражек для Ютуба прям шикарно. Какие виды, какие пролеты камеры, какие фокусы, как цвет поставлен, как звук работает. Ну, или это можно в качестве учебного пособия для спецвуза использовать, чтобы в этом самом киношном ПТУ показывали, вот как работать с камерой, светом и звуком, с композицией. Ну, за звук, по-моему, они тоже как раз Оскара получили. Да, да. Вот это обучающее пособие. Но это не художественный фильм, потому что в нем нет истории. Как ты совершенно верно заметила, любой кусок вынимай, меняй местами, переставляй, не поменяется вообще ничего. Можно полфильма проспать, ты ничего не потеряешь. Поэтому я бы его бы советовал бы смотреть адовым любителям тематики. То есть, если вы без Первой мировой жить не можете, вот вам нужно, чтобы это вот депрессия, чтобы этот сплин, вот этот вот грязь, желание опиума и абсента, вот это вот потерянное поколение и красивая грязная форма. Смотрите смело. Если вы про кино, драматургию, интересную историю, забудьте, ее там нет. Нет, но я бы не только советовала любителям Первой мировой, я бы советовала людям, которые любят еще красивую картинку. Потому что картинка там красивая. Тоже правда. Ну, собственно, вот осмотреть, выключив звук. Спасибо тебе большое, Клим. Тебе спасибо. Это был проект Деконструкция. Смотрите кино вдумчиво. Деконструкция. Декос. 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 Продолжение следует...